Субтитры делал DimaTorzok Из завода красных партизан Я еще маму, как говорится, 37-й год, хоть это год рождения Беременной ходила, папу забрали повторно после Славков Ну, Москва не для него, поэтому в Оренбурге у них и свадьба, и все-все Маму держали пока, 4 месяца мне исполнились Потом и мамулечку, тем лак И мы с братиком остаемся, естественно, с дедушкой Матвеем Сергеевичем Вас с братом пытались забрать в детский дом? Вот, какой вопрос хороший Очень даже пытались Очень, ну, семья вот так вот, дедушка вот так вот встала Не отдали, не отдали Я на папинку смотрела пиджак Папа-папа Да, висел пиджак и мандолина Вот, значит, он все-таки был к музыке неравнодушен Да, и пиджак Вот, так, врубчик, все-все-все У меня впечатления такие детские Бабушка нас с братиком возила Возила, в морду завозила Можно сказать, частенечко Зачем? На свидание Такие узлы большие Братик и я На свидание, а как же? К маме И мама меня Именно воспоминания так, извините Мама берет Меня на руки Ой, доченька, доченька А я, наверное, уже соображала Она говорила там, ну, до восьми Нет, говори Моя мама Маруся Может быть, на побывку бабушка говорила На свидание, может быть, да Потому что мы ездили несколько раз Не знаю, и за труд не считалось Вот И там я ничего не помню Вот только мне говорят Вот тебе мама на руки взяла Ну, у нее тоже, знаете Человек тоже меняется, наверное Но она плачет, говорит Что я слышу А я вот В тем лаге В конце уже, там, после восьми лет Они находились Культбаза Не зря вот говорили в выступлении В первом, что Что там как-то Ну, что там как-то В фильмах там даже выступали Да, артисты там Вольно-невольно Так вот, когда освободилась Так вот, когда освободилась Когда в Оренбург Там что-то такое Не в город, а куда-то Ну, вот они на этой культбазе Там какое-то время были И мамуля работала На железной дороге Ну, там узел какой-то был Потьма Я вас Наверное, дежурным по станции Не знаю Вот мама Вот мои впечатления про маму Вот Она вот дежурный Да, и потом Мы на паровозиках Тоже нам разрешалось Немножечко Кататься Вот такой тендер Там В общем, на этой культбазе Или это узел какой-то был Как-то немножечко Какое-то детство Мы какое-то почувствовали Но там Тоже в Темлаге Отбывал Желудсков Николай Петрович И после отбытия срока В 45-м году Отсидела и мама И живой Николай Петрович Потому что У меня фамилия-то А Николай Петрович Это кто? Это кто? Это Маме помогал Ну, второй Мой отец сказал Второй отец мой Что говорили Что Где папа Там И какие вопросы Я не помню Это Твоего папы Пиджак висит И он в рубчик такой Я прям на него И мандолина Потом этот пиджак Когда Когда мама С Николаем Петровичем Я смотрю Батеньки Пиджак-то тот же А мама говорит Твой папа Теперь Твой папа Ну Мы Естественно Должны были Называть папу И сейчас у меня И он Нас Выкормил Спрашивали у мамы Где папа Когда вот мама вернулась А где папа? Ну Что Что расстреляли его Это точно Мы знали Только Бумага позже Мы знали Что его расстреляли Не знаю И в письмах Или как Что нет папы Расстреляли А как же такое Какая тут тайна-то И соседи Там знали И все О смерти Постенького Виктора Алексеевича Читать нет Вот О смерти На Постенького Так Умер 24 9 37 Года Так Возраст 905 Год Причина Прочерк Место смерти Город Селения Прочерки Прочерки Так Дата 24 октября Ладно Дело По обвинению Постенького Виктора Алексеевича Работавшего До ареста 5 февраля Электротехником На заводе Имени Красных Партизан Оренбургской Железной дороги Пересмотрено Военной коллегией Верховного суда Пересмотрено 10 августа 57 года Значит После смерти Извините Приговор Военной комедии Коллегия 24 сентября 37 года В отношении Постенького По вновь Открывшимся Обстоятельствам Отменен И дело За отсутствием Состава Преступления Прекращено Постеньков Реабилитирован Посмертно Прекрасно Прекрасно Открывшимся Прекрасно